FPV-дроны сложная тема, опасная, дорогая, поэтому 10 раз подумайте, прежде чем вообще в это все ввязываться. Привет, друзья! Меня зовут Смирнов Дима, и я мастер всратого видеоконтента на YouTube. Также я дрон-пилот, снимаю вот такие, такие и еще такие видосы и делюсь своим опытом. В протяжении трех лет я получаю все время один и тот же вопрос, с чего начать FPV, какое оборудование лучше купить новичку, а на чем ты сам летаешь, а в общем, что нужно, там дай какой-то список того всего. Короче, я решил сделать видео, которое ответит на все эти вопросы. На дворе сейчас лето 2023, и если вы из России, вы наверняка знаете, что сейчас есть проблемы с полетами. Они, можно сказать, запрещены практически на всей территории страны. Тем не менее, я считаю, что отказываться от полетов и от этого хобби было бы неразумно. Это не должно вас останавливать, если вы горите этим делом и действительно хотите стать дрон-пилотом. Если вы не связываете свою жизнь с дрон-рейсингом, то дальше мы будем говорить с вами только про цифровую систему. Про аналог я ничего не рассказываю, сам на нем не летаю. Если вы новичок, то сейчас для вас погружаться вообще в это хобби, это взрыв мозга. Что-то, куча всего непонятного, вы не умеете собирать дроны, не понимаете ничего в компонентах. Поэтому для вас, собственно, такие крупные компании DJI сделали прекрасные готовые решения. Например, такое решение, это DJI Avatar. Я тестировал этот аппарат, вот, кстати, здесь можно кликнуть по этой ссылочке, посмотреть мой обзор. И честно скажу, что я как профессионал, как пилот, который делает контент и любит получать удовольствие от полета, пришел к выводу, что эта история для меня неподходящая. Но хочу отметить, что если вы новичок, вы хотите как можно скорее прыгнуть вообще в это хобби, то я все-таки рекомендую вам просто купить Авату с нормальным контроллером, не с вот этой вот елдой приблудой, категорически против этой истории. Купить очки второй версии и получать уже какой-то опыт. Поставили батарейку и полетели. Хороший, реально хороший вариант, чтобы начать понимать, как вообще летать на FPV. Но если вы все-таки решили связать свою жизнь с этим хобби, делать на него потрясающий крутой контент, который можно монетизировать, или вы хотите путешествовать, или вы хотите, например, заниматься потом фристайлом, просто-просто получать удовольствие от полетов и заболеть этим. DJI Avato, к сожалению, это дрон, с которым вам будет не по пути. И через пару месяцев, если он будет живой у вас, вы просто уже не захотите на нем летать, когда опробуете полеты на других оптерах. Основная рекомендация, что вам нужно делать. Первое, конечно же, это просто купить контроллер. Я пользуюсь Tango 2. Удобен тем, что он компактный, мало весит. Я очень-очень часто передвигаюсь и путешествую. Мне это то, что нужно. Купили, подключаете к компьютеру, скачиваете симулятор лифтов или велосидрон и тренируетесь. Тренируетесь, летаете 5, 10, 30 часов, пока не почувствуете уверенность, как вообще управлять оптером. После этого вы уже спокойно можете купить видеосистему, очки, я имею в виду. Можно спокойно приобретать вот эти вот очки, которые, кстати, подойдут и к вашей авате, и к другим дронам, которые вы будете собирать, например, сами. Рекомендую я начать обучение ваше в реальном времени. Это 5-дюймовый оптер, который вы можете первым научиться собирать сами. Или можете заказать сборку лотоспециалиста, мне написать еще каким-то пилотам. Ваша задача учиться летать. Поэтому забудьте про все эти тонкости, детали. Самое главное, вы должны научиться дрон любой чувствовать. И после этого, когда вы наработаете скиллы, можно уже переходить глубже в хобби, иметь 5 разных дронов для разных задач. У меня, например, их много. У меня есть дрон для водной съемки, полностью закрытый в коконе. У меня есть дрон для того, чтобы летать 250 км в час за самолетами и за гоночными машинами. У меня есть дрон 5-дюймовый Cinematic для более плавной, гладкой, спокойной съемки. Или для дайва какого-то, для полетов на длинную дистанцию, 7-дюймовый дрон. Мой совет, не грузите вашу голову. Если вы уже дошли до того, что хорошо летаете и думаете, что же вам покупать дальше, после того, как вы собрали или купили пятерку, в любом случае, вы первые 5 дронов, пока вы учитесь, разобьете. Поэтому какой он у вас был, вообще не имеет значения. Пусть он подешевле будет, попроще, потому что вы его разобьете. Иначе вы просто летать не научитесь. Пойдет у вас какая-то коммерция, летать нужно будет над людьми или где-то в помещениях. У вас должен появиться какой-то 2,5-3,5-дюймовый вуп. У меня, например, это iFlight ProTech. У меня их два. Я летаю на них уже 2,5 года. Я горя с ними не знаю. Мне устраивает достаточно крепкий дрон. Если сравнить его с синий логом 35, то ProTech однозначно выигрывает по крепкости, по своим полетным характеристикам. Он тащит полноценную GoPro, поэтому рекомендую его, проблем с ним не знаю. И скажу, что на этом дроне можно получать удовольствие. Но хорошая вещь для того, чтобы снимать коммерцию, помещения, недвижимость, концерты. Близко к людям, какой-то недвижимости, машинам подлетать, если вы еще не уверены делать это на пятерке. Но к людям лучше не летать с дроном с открытыми пропеллерами, с дроном тяжелым. Даже вот этот дрон с GoPro и батарейкой весит как кирпич. Нужно быть супер бдительным и внимательным. Безопасность у вас должна быть превыше всего, чтобы не навредить другим людям и себе. Есть у меня 7-дюймовый дрон на раме Chimera. Рама очень тяжелая и, наверное, лучше поискать какую-нибудь другую. Например, вот эту рекомендуют некоторые мои знакомые. Вот эту рамку хорошая, легкая, достаточно прочная. Если вы, например, хотите летать, путешествовать по миру с дроном, особенно в те страны, где, например, есть контроль на выходе из аэропорта, можно собрать вот такой оптер, очень маленький, но достаточно юркий и мощный. У него складываются лучи, его можно положить в карман. Он, в принципе, особо и даже не заметен, непонятно что. Можно куда-нибудь попробовать в Марокко или в Дубай с таким каптерочком проехать. Но, опять же, из-за маленького размера снимать можно только где-то вокруг себя, не в сильный ветер. Да, ведь какой-то там бурж-халифа не получится на него. Теперь пару слов по поводу сопутствующего оборудования. Во-первых, научитесь пользоваться батарейками, научитесь их заряжать и хранить. Опасная история. Ударили батарейку, увидите, что банка какая-то помялась, сразу... Вот, например, вот таким вот образом, да, батарейку надо выкидывать. Если батарейка вздулась, выкидывайте. Ударили, помялась банка, выкидывайте. Вставили ее в зарядник, увидели, что одна банка просела, выкидывайте. Утилизировать тоже надо правильно, лучше куда-то сдать спецучреждение, потому что если вы просто выбросите куда-то в сухую траву, она может вздуться, взорваться и что-то может загореться. Также дома храните их постоянно, чтобы на банке было 3.85. Ни больше, ни меньше, как срок службы сохраняется, она дольше живет. То есть не нужно хранить ее суперзаряженной или суперразряженной. А вообще, с батарейками нужно быть бережным. Почитайте в интернете всякие истории, вообще, как ими пользоваться, правильно заряжать, хранить. История опасная, был у меня знакомый, который просто сгорел дома неправильным использованием. Зарядку можно взять вот эту, Foto D6, очень хорошая, на два порта. Идеальный вообще вариант, мне она нравится. Сверху еще можно даже телефончик класть, беспроводная зарядка имеется. И последнее, что я бы хотел затронуть, самое важное, это камеры. Здесь вам видно. 11-я GoPro. Мини причем. Сначала я был противником мини-версии, потому что постоянно нужно коннектить с телефоном. А если телефон сел, то вы уже не настроишь GoPro. Постоянно какой-то дисконнект происходит, еще и несъемная батарея. Однако, как только я стал очень часто бить экран на своих обычных GoPro, я решил, что довольно, если нет такого количества бюджета, менять экраны на GoPro, делать из них всякие некиды, что я просто взял мини и пока не жалею. Если есть проблема с батарейками, а на самом деле на обычной GoPro все эти батарейки херня полная. При 5-7 градусов тепла, замечу, GoPro вырубается. Если очень жарко, GoPro вырубается. Батарейки вообще не панацея, очень плохо работают. Поэтому я приобретаю вот такие проводочки с Type-C входом. И на обратном конце бэк с выходом на балансир от батарейки. Мы вот таким вот образом его вставляем вот сюда. Второй конец подключаем к нашей GoPro. Питаем ее от батарейки. Пока у нас летает дрон, мы точно знаем, что наша GoPro пишет и контент мы не потеряли. У меня было куча случаев, когда у меня была полная батарейка, было холодно, я включал рэк, летал минут 5, делал классный контент. Возвращался, брал GoPro, дрон и понимал, что она выключилась через 10 секунд после того, как я взлетел. Чтоб такого не было, я стал пользоваться такими проводками. Они дохнут, правда, очень быстро. Нужно закупать там 5-10 этих штук, чтобы у вас было в запасе их много и летайте на здоровье. Теперь, что касается общих рекомендаций. Не бойтесь падать. Не бойтесь крушить, ломать свои дроны. Дай бог, чтобы просто у вас был на это бюджет. Хобби, сразу скажу, не дешевое. Многие сливаются. Надо понимать, что стоит за кулисами, что там, по ту сторону экрана, нужен все равно какой-то денежный ресурс первоначальный. Нужно понимать, что у вас не может эта работа, эти полеты вдруг сразу стать работой основной, и вы будете получать кучу денег. Нужно быть бэкграунд. Это сложно. Это не как поднять мавик или достать телефон. Знаете, вот эти кучи сейчас. Ну, научись делать рилс на телефон. FPV-дроны. Сложная тема. Опасная. Дорогая. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем вообще в это все ввязываться. Если даже ввязались, что-то не понимаете, ищите людей, кто вам поможет. Думайте про безопасность в первую очередь. Старайтесь не вестись на красивую картинку многих блогеров, которые рассказывают о прекрасной жизни просто перепилотов. Я в том числе порой тоже грешу этим, на самом деле. Поверьте. Боль, выгорание, потеря денег, потеря дронов. Все это вы будете тоже проходить. И я вас предупреждаю об этом не потому, чтобы вас отпугнуть. Да, знаете, я такой сижу, сейчас вроде я вам советики даю. А я предупреждаю вас о том, что вы с этим столкнетесь, что вы уже сейчас принимали это и наоборот не слились. У меня даже среди учеников огромное количество людей, которые вписались там в курсы, в обучение, в индивидуальное. Мы там что-то работали, делали, а потом дошло до полетов, и они такие, раз, а что-то вот у них не получается. Раз разбили, два разбили. О, все, FPV не мое. Кстати, послушайте аудиозапись моего одного студента, вот буквально недавно записал. Почему-то перепевает один провод на мотор, и все, тут я взорвался, и больше пока не хочу заниматься FPV. В Mavic, конечно, в этом плане вообще супер. И на самом деле это проблема, потому что многие люди на вот этом сливаются, они перестают этим заниматься. Поэтому просто опускать руки и сдаваться. Если вы вступили на эту стезю, я не рекомендую. Попробуйте идти вот прям до конца. На этом свое обещание о прекрасном моем домашнем антураже я заканчиваю. Смотрите мои другие видео, подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки, всю поддержку от вас, пожалуйста, давайте. Это очень важно, чтобы делать для вас в дальнейшем нормальные, четкие, искренние, правдивые видео. Всем пока, чистого неба.